расскажите пожалуйста ключевую цель посещения вами данного мероприятия и какие цели были и задачи которые вы решаете сейчас на нем центр развития потребительского рынка организационный партнер этого форума вот и а так как в нашей повестке основные стратегические задачи развития потребительского рынка и в частности в mcg рынка то по сути этот форум для нас площадка где мы говорим о тех задачах которые для нас актуальны и если говорить про развитие категорий и как вы как центр развития потребительского рынка можете влиять именно на развитие новых категорий какие новые категории может быть вы дополнительно подсвечиваете или помогаете знаете задача центра это и задача того проекта в котором я работаю мой проект это развитие саморегулирования по сути мы формируем площадку для диалога между поставщиками и торговыми сетями и как только вопросы развития категории выходят на первый уровень а мне кажется что в ближайшей перспективе именно эти вопросы после штрафов цен выйдут на первый уровень скажем так уровень внимание центра этим вопросом будет повышена но так как мы всегда стараемся смотреть чуть дальше и мы понимаем что изменение потребительских предпочтений сейчас определяет развитие рынка тоже сейчас мы развиваем тему категорийного менеджмента одна из мыслей которая у вас было выступление это медиация вот расскажите что именно вы под этим подразумеваете и насколько этот инструмент в итоге для вас для рынка полезен спасибо большое за вопрос дело в том что действительно медиация а в рамках работы комиссии по урегулированию споров вне судебном порядке является сейчас очень новым и очень перспективом инструмента почему потому что медиация позволяет во первых быстро разрешить ситуацию то есть это не через разрешение к в комиссию да то есть компании друг с другом напрямую урегулирует спор а во вторых медиатор не только помогает решить конкретную задачу но он помогает компаниям проанализировать причину возникновения конфликта и выставить последующую коммуникацию так чтобы этого уже не было и понятное дело что медиатор это независимые объективные которые не принимают чью-то там позицию а помогает двум сторонам договориться и тоже хорошая штука наверное да это то что по итогам можно заключить медиативные соглашения которые нотариально заверяются то есть есть дополнительная возможность подкрепить свои договоренности как вам вообще могут прийти люди как о вас можно узнать смотрите дело в том что я сейчас рассказываю про медиацию я говорю как от имени комиссии по применению кодекса добросовестных практик я рассказывал что есть межотраслевой экспертный совет который представляет институт саморегулирования фэмсиджи рынка и в рамках этого межотраслевого экспертного совета есть комиссия по урегулированию споров и можно обращаться конечно через через комиссию то есть у нас есть свой сайт но прежде всего надо стать участником процесса саморегулирования то есть нужно ознакомиться с кодексом и понять насколько положение кодекса отвечает нашей культуре нашим ценностям насколько мы готовы работать в рамках тех рекомендаций которые там обозначены и после этого надо вступить в саморегулируемые организации рекомендации